Добрый день, уважаемые коллеги! Я вас, как всегда, рад приветствовать на очередном вебинаре Директ-Академии. Сегодня у нас вебинар последний на этой длинной неделе. Перед тем, как предоставить слово нашей сегодняшней ведущей Марии Аниганичевой, я хотел бы, как всегда, несколько общих слов сказать по поводу Директ-Академии. В основном для тех, кто впервые на нашем вебинаре. Итак, в самом начале нашего чата располагаются три полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ-Академия, на его главную страницу, где располагается расписание наших вебинаров. Расписание вебинаров оформлено до конца учебного года, то есть до конца июня. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой предстоящий вебинар. А также посмотреть записи всех вебинаров, которые уже прошли. Все записи вебинаров хранятся на нашем видеоканале на YouTube. И вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. В настоящий момент у нас в плейлисте вебинары хранится ровно 300 вебинаров, которые мы записали для вас в этом и в прошлом, а также в предыдущих годах. Подписывайтесь на наш видеоканал и всегда будете в курсе того, что будет происходить на нем. Ну и, наконец, последняя ссылка – это информация о онлайн-курсах, которые Директ Академия приготовила для вас. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими курсами. Их пока всего четыре. Если какие-то из них вам покажутся полезными, пишите нам. Общайтесь через форму, которая расположена на лендингах соответствующих курсов. И, как всегда, я хотел бы предварить, сделать анонс двух вебинаров, которые состоятся следующими у нас уже после праздников. Сейчас прямо в чате я дам ссылки на эти вебинары. 14 июня, на следующий день после начала нашей короткой, следующей короткой рабочей недели, будет вебинар победителя конкурса пользовательских вебинаров, слушательских вебинаров, скажем так. Анастасия Пахарукова проведет вебинар «Библиотечный информационный квест». Вебинары, как всегда, у нас начинаются в 12.00 по московскому времени. Ну и в следующую пятницу, 15 июня, будет мой вебинар, который называется «Использование интерактивных карт в обучении геосервисы». Вебинар, как и два предыдущих вебинара, будет не информационным, а учебным. То есть по этому вебинару можно будет конкретно научиться использовать один из популярных и достаточно простых геосервисов. Так что тот, кто хочет, как сейчас говорят, прокачать скиллы, то есть получить некоторые новые компетенции в разработке учебного контента, добро пожаловать на мой вебинар. Я надеюсь, будет интересно. Ну что ж, моя вводная часть закончена. И я передаю слово директору по маркетингу компании «Директ Медиа» Марьяне Ганничевой для того, чтобы провести сегодняшний вебинар «ВКР репозиторий и студенческая наука». Марьяна, прошу на связь. Уважаемые коллеги, как меня слышно? Уважаемые коллеги, как меня слышно? Если вам не трудно, поставьте плюсики, пожалуйста. Спасибо, вот плюсики пошли. У нас сегодня будет достаточно актуальная тема. Конец учебного года, лето, июнь. И, конечно, впереди у многих студентов выпускные коэффициционные работы. Мы сегодня поговорим о новом сервисе «ВКР репозиторий», новый сервис библиотеки, университетской библиотеки онлайн. И поговорим о студенческой науке. Причем и о студенческой науке как таковой, и о новом сервисе. Студенческая наука, которая тоже имеет место быть в нашей БС. Ну, конечно, ни для кого не секрет, что обучение, вузовское обучение предполагает не только усвоение каких-то теоретических знаний, но и, безусловно, требует какого-то подтверждения этих знаний, какой-то практикой, какими-то творческими работами. Конечно же, усвоение учебного процесса должно подкрепляться каким-то подтверждением определенной квалификации студента по той или иной специальности. Студенческое творчество, таким образом, является некой лабораторией научного мышления и, в свою очередь, для многих студентов является началом научной карьеры. Какие же активные формы проявления научного роста студента мы наблюдаем и используем в учебном процессе? Конечно, это и доклады, и презентации, написание статей, и, безусловно, это выпускные квалификационные работы. Можно ли считать выпускную квалификационную работу научной работой? Ну, любая работа диссертанта, дипломника, студента является квалификационной. Основная цель которой больше демонстрационная, то есть отражение уровня квалификации. Здесь оценивается личность обучаемого и ее компетенции, а не само научное открытие. Но в то же время в основе критерия по оценке квалификационной работы лежит определенная оценка научных достижений. И чем выше квалификационные претензии, тем, соответственно, выше уровень научного содержания. Конечно, ВКР квалифицирует уровень специалиста, который доказывает свою полную научную и творческую зрелость. И тут надо отметить, что без статуса публикации ВКР не может считаться научной работой. ВКР всегда имела формат рукописи. Давайте вспомним, что такое публикация. Публикация – это вынесение своего творческого труда в какую-то публичную плоскость, где этот труд получает возможность оценки, одобрения, какой-то дискуссии. И человек, который публикует свою работу, он таким образом утверждает свою значимость, значимость своего труда, внесение каких-то новых, скажем так, моментов в науку. Тот, кто освоил публикацию как жанр, действительно, получается, обладевает ключевой компетенцией ученого. Научная публикация предполагает определенное выполнение строгих каких-то формальных условий. И до некоторого времени студенческая ВКР не допускалась в научное пространство. И вот положение об открытой публикации студенческих работ, ключевая веха роста научного уровня вузовского образования, кардинальным образом изменило само понятие научного пространства. Теперь, сохраняя свою квалификационную работу, студент имеет возможность опубликовать ее. Повышение статуса учебной работы до научной – это не только на качество образования, но и знаковое событие для самого студента. Научная публикация становится началом научной биографии, карьера студента позволяет полноценно включаться в научное сообщество и в научную конкуренцию. Работа включается в портфолио студента и начинает список научных работ. Доступ к портфолио студента можно предоставлять и потенциальным работодателям. Публикация может быть напечатана, распространяться в социальных сетях, распространяться в научных репозиториях открытого доступа и приносить уже известность молодому ученому. Безусловно, публикация работы дает возможность для студента участия в конкурсах работодателей и в каких-либо научных проектах. Ну, разрешите вам напомнить всем известный закон приказ 636-й, порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. И требования, которые мы вынуждены исполнять с 1 января 2016 года. Это, во-первых, обеспечение организации ВУЗом обязательной публикацией студенческих квалификационных работ и создание баз данных ВКР. Напомню еще пункт 38. Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронной библиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронной библиотечной системе организации, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований, устанавливаются организации. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с законодательством и в соответствии с решением правообладателя. Какие же сформировались способы размещения ВКР после приказа 636? Ну, первый способ – это публикация в закрытом ресурсе ВУЗа. Здесь доступ к работам предоставляется внутри ВУЗа, а иногда только для руководства. Как правило, этот способ реализуется в АБИС, либо в ОБС, или в компании «Антиплагиат». Но выглядит это все как некоторое файловое хранилище. И, как правило, базы данных никак не используются. В общем, создаются для галочки. Второй способ размещения публикаций – это в электронно-библиотечной системе закрытое решение. Здесь доступ также предоставляется для сотрудников ВУЗа. Может предоставляться только для руководства. Но появляется уже некое единое информационное пространство ВУЗа, которое позволяет в своем роде облегчить научную коммуникацию, каким-то образом транслировать внутри ВУЗовские традиции. И, наконец, третий вариант размещения ВКР – это публикации в открытых системах. Ну, такие как научный архив, науч.ру, или на сайте ВУЗа непосредственно в открытом доступе. Здесь работы оказываются в едином интернет-пространстве, и уже возникает, можно говорить, о межвузовской конкуренции. База данных ВКР как закрытая система. Ну, мы говорили уже о том, что это доступ к работам только внутри ВУЗа, иногда только для руководства, используется в основном большинством ВУЗов нашей страны. Но о чем может свидетельствовать такая база? Может, еще раз делаю акцент на слозы, может, свидетельствовать о низком качественном уровне работ, а значит, и о невысоком уровне образовательного процесса. Либо о некоем конфиденциальном характере работ, возможно, это какая-то секретная информация, или информация коммерческого характера. База данных ВКР в открытом доступе используется ВУЗами более высокого образовательного уровня, и, конечно же, свидетельствует об открытости университета и о высоком требовании к творчеству студентов. Надо заметить еще такие моменты, такую тенденцию, что, во-первых, ведется широкая дискуссия о ценности и необходимости открытой публикации, и в Миноборнауке РФ находится приказ об обязательной открытой публикации ВКР, регистратора и специалитета. То есть эти внешние факторы, которые примерно, путь развития публикации баз данных ВКР нам рисуют. Так вот, университетская библиотека онлайн реализует оба вида баз данных ВКР. Какие же недостатки можно еще раз подчеркнуть у закрытой базы ВУЗа? Ну, во-первых, еще раз, работы недоступны практически никому, кроме руководства. Выкладываются сотрудниками ВУЗа, то есть это определенная уже человека-часы. Предполагают специальные затраты ВУЗа на организацию проверки и сохранение ВКР. Являются примером архива с основной функцией сохранности работы. То есть не используются для какого-то научного потенциала ВУЗовского, для выявления каких-то интересных тенденций и развития науки. Ну и, конечно, размещение работы в закрытой системе не является публикацией. Таким образом, закрытое решение не позволяет использовать интеллектуальный капитал ВУЗа. Нет развития. ВКР-репозиторий университетской библиотеки онлайн с минимальными расходами создает и сохраняет базу данных ВКР как интеллектуальный ресурс ВУЗа. В ОБС Университетская библиотека онлайн можно сделать базу данных либо полностью закрытой от всех, либо частью информационного пространства электронной зазоотечной системы. Полностью закрытая база данных будет доступна в администраторском функционале оператора ВУЗа, и сотрудники могут не иметь к ней доступ. А вот если база данных выступает как части ВУЗ, то здесь доступ к ОКР имеют и студенты, и преподаватели данного ВУЗа. Загрузка работ происходит двумя способами. Либо администратор, то есть ВУЗ самостоятельно загружает работы пакетно или индивидуально, либо ВУЗ передает пакет работ в электронную библиотечную систему, которая уже сама оформляет и выкладывает их. Но это услуга платная. Еще хочется напомнить вам о модуле, офлайн-модуль менеджер библиотеки, которая существует у нас уже достаточно давно, и он особенно актуален для ВУЗов, которые имеют дело, ну, предположим, с государственной тайной. Это программа, компьютерная программа, которая позволяет, видите, контролировать все студенческие работы. Естественно, доступ только внутри ВУЗа. Но главное ее преимущество в том, что она размещается нашими силами на серверах ВУЗа, и ВУЗ уже самостоятельно может ее использовать, капитализировать базу данных, возможности поиска, аналитики, статистики и так далее. То есть этот модуль мы предлагаем как готовый сервис, и база данных создается без всяких дополнительных усилий со стороны ВУЗа. Ну, а теперь давайте поговорим о нашем новом сервисе ВКР-репозиторий. Его особенности. Сначала крупными штрихами отмечу, потом чуть-чуть поговорим более подробно. Значит, особенности нового сервиса. Это самостоятельная база данных под полным управлением ВУЗа. Легко переводится в закрытый, открытый режим. Присутствует интеграция с проверкой на заимствование в один клик. И база данных ВКР является частью ЭБС по идеологии единого окна. Просматривать загруженные работы могут только авторизованные подписчики и при условии подключения сервиса. К сервису ВКР-репозиторий можно подключиться двумя способами. Либо добавить его к подписке ВУЗа, а можно подписаться только на сам сервис без оформления базовой подписки. Какие же преимущества размещенных ВКР-репозиторий работ? Если работа публикуется в открытом доступе ЭБС, она, безусловно, попадает в научное публикационное пространство. И здесь работа получает новые возможности. Во-первых, идентификатор DOI размещается в портфолио. Работу можно опубликовывать в печатном виде. Возникает возможность оценки работы коллегами. И с одной стороны, с другой стороны, появляется возможность объективно оценить свою работу. Ну и, конечно, самостоятельно можно осуществить проверку на плагиат внутри ЭБС на базе контента ЭБС. Опубликованные работы после проверки попадают на страницу сервиса «Студенческая наука», о котором я говорила в самом начале. И вот здесь у работ появляется возможность получить общественное признание. Сервис предполагает три организационных уровня работы с ВКР. Первый уровень – уровень кафедры, уровень факультета и уровень вуза. Первый уровень – сотрудник кафедры контролирует сдачу готовых работ и проверку на плагиат. На втором уровне – факультеты или институты, если это университет, который состоит из нескольких институтов. Сотрудник факультета агрегирует у себя все работы с кафедр и выкладывает их в электронную библиотечную систему. Либо у него есть возможность просто проверить выкладку на кафедральном уровне. И, наконец, уровень вуза. Здесь представитель библиотеки или IT-подразделения вуза собирает и выкладывает работы, управляет базой данных, либо проверяет выкладку на нижних уровнях. Для работы в этих режимах, во всех трех режимах, созданы формы индивидуальной и пакетной загрузки ВКР. На уровне кафедры представитель вуза может отслеживать качество работ, количество работ и видит отчетность. После публикации ВКР преподаватель получает уведомления и может принять или отклонить работу. Безусловно, весь процесс автоматизирован. Интересный инструмент – массовая загрузка. Этот инструмент предназначен для кафедральной работы, для второго уровня. Значит, как происходит... Во-первых, пользоваться им могут аккаунты с правами не ниже преподавателей. Как происходит порядок массовой загрузки? Достаточно просто. На странице массовая загрузка ВКР скачивается, заполняется определенная форма шаплона для заполнения описаний. Подгодавливаются файлы к загрузке в формате PDF. Загрузка осуществляется обычным способом или перетаскиванием файлов на страницу сайта EBS. Далее загружается таблица описаний. Ну и, собственно говоря, можно считать, что загрузка осуществлена. После массовой загрузки работ вы увидите их в разделе «Опубликованные работы» уже с актуальными статусами. Можно загружать работы по одной. В этом случае появляется дополнительное поле в анкете «Выпить студента». На уровне ВУЗа статистика ВКР-репозитория позволяет видеть количество кафедр, количество преподавателей-дипломников, студентов-дипломников, общее количество загруженных работ, количество принятых и опубликованных работ и вообще полную картину ВКР ВУЗа. И даже позволяет создать структуру ВУЗа, если она загружена в сервис. Тут хочется отметить, что если вы всерьез хотите использовать наш сервис, мы очень-очень рекомендуем передавать структуру ВУЗа. Тогда работа с этим сервисом будет максимально простой. Такой инструмент, как статистика загруженных работ, о котором я уже говорила, показывает нам сводную статистику по загруженным работам и детальную статистику по всем загруженным работам и статусам, кафедрам, научным руководителям и студентам. И все эти отчеты можно предоставить в виде экспорта XLS-файла. Опубликованной работой считается работой, если она размещена в ВКР-репозитории с доступом для скачивания внутри ВУЗа, либо работа размещена в разделе «Студенческая наука» с общим доступом, возможность онлайн-чтения. Для удобства навигации предусмотрена фильтрация списка опубликованных работ. Вот здесь можно делать выборку по названию работы, по имени студента, по кафедре, от имени которой загружена работа, по имени научного руководителя, по году публикации, по статусу. И для быстрого поиска недавно была добавлена, сейчас покажу, кнопочка «Показать мои работы». Ну, теперь поговорим о статусе работ. Значит, статус «Загружено». Работа загружена, научный руководитель получил уведомление о необходимости проверки работы. Работа проверена и одобрена научным руководителем. После одобрения работы студент получает возможность подать заявку на публикацию. И вот здесь после подачи заявки до момента публикации, то есть создания обложки, возможности чтения онлайн и как раз размещения работы в разделе «Студенческие науки» обычно проходит один день. Статус «Опубликовано». Работа размещена в общем доступе в разделе «Студенческая наука». После этого появляется возможность работу скачать, получить свидетельство о публикации, а также открывается возможность онлайн чтения. Статус «Файл без описаний» говорит о том, что сотрудники кафедры осуществили массовую загрузку работ, но еще не подкрепили к ним заголовки с описанием и аннотацией. И этот статус введен для удобства отслеживания как раз-таки массовых операций. Вот работа опубликована, и что же теперь можно с ней делать? После одобрения публикации работы можно выполнить следующее действие. Прочитать онлайн, скачать, посмотреть аннотацию ключевые слова, промерить, безусловно, на заимствовании в сервисе антиплагиата, получить подробный отчет, получить свидетельство о публикации. Самое, наверное, главное и интересное в нашем новом сервисе – это сенсационная инновация интеграции с компанией Антиплагиат. Мы долго этого ждали, работали над этим, и у нас, наконец-то, все получилось. Работа проверяется в системе Антиплагиат. После удостоверения проверки работа автоматически загружается в репозиторий ВБС «Университетская библиотека онлайн», а ВУСы и кафедры контролируют процесс в окне доступа и статистики ВКР. Проверка работы в Антиплагиат и размещение ВКР репозитории в один клик. Как же происходит передача работ? Автоматическая передача работ ВБС возможна только для студенческих работ, загруженных в некую форму под названием «Задание». Вот вы видите сейчас ее в мониторчике. Загружать работы могут авторизованные студенты из личного кабинета и неавторизованные студенты. Все работы, загруженные в задание, передаются в учетную запись организации в электронно-библиотечную систему в течение 4 часов. И обновления происходят также каждые 4 часа. Для загрузки работ неавторизованными студентами нужно знать код задания. Вот он здесь. Вот сюда вписывается. Код задания выдает преподаватель в репозитории Антиплагиата. Безусловно, преподавательская зона, кабинет преподавателя – это зона контроля над выпускными эксплуатационными работами. Здесь преподаватель видит автора, работы, код, с которым относится работа, дату загрузки, количество попыток проверки на заимствование, результаты проверки на плавиат. Связать аккаунт Антиплагиат с аккаунтом электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн можно через зону интеграции. Это делается очень просто. Вводится логин и пароль от учетной записи в компании Антиплагиат, и после установления связи вы получаете уведомление о том, что связь установлена. Связывать учетные записи могут только корневые пользователи. Все работы, загруженные в ЭК-репозиторию ЭБС, проходят проверку на заимствование по алгоритмам компании Антиплагиат. В качестве источников для заимствования используются книги электронной библиотечной системы университетской библиотеки онлайн. Это более 100 тысяч изданий. А работы, загруженные через Антиплагиат, проходят проверку, опять-таки, конечно, алгоритмами Антиплагиат, но по базе, которую ВУЗ оплатил и использует согласно своему договору с Антиплагиатом. В качестве результата проверки на заимствование показывается процент уникальности по оплаченной ВУЗом базе. Ссылка на отчеты проверки заимствования в любой работе открывается с помощью клика на процент уникальности. Загруженные в сервис ВКР-репозитория работы можно увидеть в зоне нового фильтра источник. Вот он здесь находится. Достаточно выбрать пункт ВКР-антиплагиат. Ну и также используют другие фильтры, возможно, сортировка работ по имени научного руководителя, году и статусу публикации. И вот работа ваша проверена, и что же можно делать с ней после проверки? Вместе с файлом работы и ее описанием все эти данные импортируются к вам на страничку. По желанию, загруженные работы можно опубликовать в открытом доступе в сервисе «Студенческая наука». Для этого необходимо оставить заявку, после модерации получить ссылку на страницу работы, которая оформлена уже как электронная книга, и имеет возможность чтения онлайн. И опять же напоминаю, что студент может получить свидетельство о публикации своей работы. Ну, по поводу прав доступа к ВКР-репозиторию, можно сказать следующее, что справка и общая страница сервиса доступны всем пользователям без ограничения, в том числе и неавторизованным. Неавторизованный пользователь может зайти на любую страницу сервиса и увидеть, какие на ней представлены инструменты. Другое дело, что рабочий функционал, конечно же, недоступен, и если вы неавторизованный пользователь, у вас будет высветиться соответствующая надпись. Студент имеет доступ к страницам «Опубликованные работы», публикация для студентов, а преподаватель, соответственно, имеет доступ к разделу «Опубликованные работы», «Массовая загрузка ВКР», «Отчетность». Преподаватель может также утверждать или отклонять работы, загруженные студентами. Каковы же основные и основные достоинства ВКР-репозитория сервиса как части электронно-библиотичной системы? Ну, во-первых, ВКР-репозитория не требует дополнительной работы после проверки в антиплагиат, то есть идеологии единого окна и единственного клика. При загрузке ВКР не требуется никаких действий от персонала, только соответствующая настройка сервиса в системе антиплагиата. После правильного заполнения сопроводительной информации работа автоматически подгружается в репозиторий. Ну, и опять же студент получает свидетельство о публикации ВКР. Какие же необходимые условия должны быть исполнены, чтобы сервис ВКР-репозиторий работал в вашем ВУЗе? Безусловно, в ВУЗе должны быть оплачены сервисы антиплагиата. СБС, университетская библиотека онлайн, должен быть договор о размещении ВКР. Еще раз повторяю, что он может быть либо с подпиской к контенту, либо без подписки к контенту. И студент должен быть зарегистрирован в обеих системах. Тогда он получает информацию и доступ к своей квалификационной работе. Если ВКР остается в открытом доступе, это очень важно, то сервис для ВУЗа предоставляется бесплатно. Таким образом, мы поддерживаем студенческую науку. Что же реализовано в интерфейсе? Во-первых, в разделе студенческая наука. Во-первых, это оценка. То есть появляется возможность оценки и рецензирования работы читателями электронной библиотечной системы. Вы получаете возможность обменяться мнениями о работе. То есть можно читать отзывы и рекомендации. Опубликованные работы поступают в его портфолио. И появились дополнительные опции. Интегрированная проверка на плагиат, либо через сервис антиплагиат, либо самопроверка. Возможность получить цифровой идентификатор до своей работы. И возможность напечатать работу в виде книги. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» формирует важные элементы инфраструктуры студенческой науки. Во-первых, является платформой для научной публикации. Поддерживает и обучает искусству научной публикации. Соединяет процессы исследований, процессы публикации. Реализует шаги, фиксирующие для ВУЗа статус научной публикации. Создает систему мотивации и соревновательности, «Поощряя научные таланты». Проводит обучающие вебинары для преподавателей и студентов. И на страницах портала «Университетская библиотека онлайн» можно также создавать рейтинги студентов. Следствием таких рейтингов уже является участие студентов в каких-то конкурсах научных работ. И открывается возможность получения заказов на исследования от потенциальных работодателей, например, клиентов в бизнес-библиотеке. Несколько слов обязательно хочется сказать о нашем ежегодном конкурсе, который мы проводим совместно с компанией «Антиплагиат» и журналом «Университетская книга». Конкурс на лучшую дипломную работу года «Биферст-2018» в этом году. Это третий всероссийский конкурс по счету. Кстати говоря, до 1 июля еще можно успеть подать на него работу. Работы принимаются от всех желающих. Дипломники по 12 научным направлениям могут присылать их нам. Награждается 3 победителя конкурса по каждому из направлений и приз «Главный победитель» получает «Грансфиль». В 2017 году у нас было 36 победителей конкурса, которые были награждены на церемонии, путевками на отдых, безусловно, грамотами, техникой, книгами и так далее. Мы считаем, что такой национальный конкурс дипломных работ это прекрасный шанс помочь студенту зайти на новую ступень, подняться на уровень выше. Свою квалификационную работу, свой диплом можно отправить на конкурс для подписчиков вуза через вкладку «Мои публикации» в личном кабинете. Ну, а если вуз не является подписчиком, то работу можно отправить просто на электронный адрес. Вот здесь он внизу зафиксирован. Загрузить работу может как сам студент, так и его научный руководитель. Ну что же, уважаемые коллеги, для подключения сервиса координаты вы видите себя на мониторе, звоните нашим менеджерам, пишите, задавайте вопросы на наши электронные адреса. Мой электронный адрес, пожалуйста, здесь внизу тоже присутствует. Наверное, у меня на сегодня все. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Так, какие-то вопросы у нас есть. То ссылки сделаны в ней. Так, если работа вложена в репозиторе, то ссылки, сделанные в ней, на другие публикации будут включить и включить цитирование их авторов. Да, будут. Конечно же, будут учитываться. Так, еще вопросы. Следую запределять с низким процентом оригинальности. Так, ну, комментарии тут, возможно, следуют. Так, прошу внести меня в список участвующих в этом фебинаре. Внесем. Так, ну что же, больше я вопросов никаких не вижу. Большое спасибо. Сегодня так коротенько получилось. Но, я думаю, достаточно информативно. И я думаю, что на эту тему мы еще не первый раз с вами, не последний, не встречаемся. Еще раз большое спасибо. Приходите к нам в Директ-Академию. Хорошего дня. Уважаемые коллеги, спасибо вам за участие в вебинаре. Спасибо, Марьяне, за сегодняшний вебинар. Наш сегодняшний предпраздничный вебинар закончен. Я напоминаю вам, что на следующей неделе, следующая неделя будет короткой, и на этой неделе мы встретимся два раза, 14 и 15 июня. Приходите на наши вебинары. Всего вам хорошего. До новых встреч. Хороших выходных и хороших.